Мир Мир вам драгоценный, я Максим Максимов, приветствую вас в прямом эфире телеканала СНЛ, пускай благодать Божья пребудет с вами, я верю, что это день, день радости, день спасения, сегодня будем говорить о том, как Бог говорит, итак, здравствуйте дорогие мои, если вы смотрите нас через спутник, пожалуйста, подключитесь к нам через интернет, у нас здесь появится такой сайтик домверы.ру, и вы можете писать к нам прямо во время мне сегодня приехал в гости потрясающий человек, пастор Вадим Мартынов, здрасте, здравствуйте дорогие телезрители, очень радостно и приятно быть в доме веры и наслаждаться этим временем, которое Бог нам даровал, я очень благодарен Богу за это, я верю, что у нас будет очень замечательное время, потому что ту тему, которую Максим сегодня хочет затронуть, эта тема такая достаточно интересная, актуальна, я думаю для многих будет очень полезно, что-то освежить для себя, что-то новое для себя открыть, чему-то научиться, что-то для себя получить, поэтому открываем наши сердца, я вижу, что присутствует Божия на этом месте. Не напрягайся, так серьезно говоришь, пастор Вадим у нас серьезный пастор, он серьезный брат, он серьезно говорит, Вадим, сегодня мы будем классно общаться, Сегодня настроение будет хорошее, ребята, расслабьтесь, я, вы знаете, когда говорим про Бога, люди часто напрягаются Ну, как бы, личность такая серьезная Да он классный, Бог классный, реально классный, Вадим, он классный Я знаю, Максим, я очень с тобой согласен Аллилуйя, итак, сегодня с моим другом, благословенным братом, Вадимом, вы знаете, мы немножко разные, я все время Вадиму говорю, пастор Вадим, он все время о святости проповедует, серьезно так, а я все время о радости, да? Я ему говорю, ну, ну, ты как-то улыбайся во время проповедей, а он говорит, а ты как-то серьезнее Вот, но мы с ним хорошие старые друзья, не старые, в принципе, мы же не такие старые, давние, давние друзья Мы хорошие давние друзья и любим Господа, и будем сегодня на эту тему говорить Аминь Общение с Богом, вообще интересно Вначале, наверное, поможем с Господу Отец Бог, мы благословляем Твое великое и Святое имя в этот день, благодарим Тебя за Твою благодать и милость, просим Твоего благословения Боже, просим Тебя, благослови всех телезрителей, благослови всех людей, которые смотрят сейчас и которые нуждаются в Твоем благословении Пусть Дух Божий, он касается наших сердец, изменяет нас, говори в наши сердца, помоги нам исполнять Твое слово Помоги, чтобы Твое слово, оно стало живым в нашей жизни, и помоги нам нести это слово в этот мир Господь, я присоединяюсь к этой молитве, я прошу Тебя, всемогущий Бог, благослови каждого человека Господи, благослови этих драгоценных мужчин и женщин, благослови их судьбу, благослови всех тех, кто сейчас присоединился, Господь, к этому эфиру Я прошу Тебя, Боже, благослови их жизни, пускай их жизни растают в Твоих руках, Господи Мы молимся с пастором Вадимом, я прошу, Боже, благослови каждого человека, благослови, Господь, каждого, кто с той стороны экрана сейчас в ожидании славы, в ожидании силы, в ожидании милости Я прошу, Господи, Духом Святым, коснись сейчас, во имя Иисуса Христа, пускай сила придет, Боже, сила придет и сокрушит все твердыни, познание Тебя, и пускай придет откровение По имя Иисуса Христа, да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе шалом Мир, радость, умножение, изобилие, и все, аминь, будьте благословенны, аминь, ну что ж, мы славим Господа, мы хвалим царя царей, и сегодня мы будем изучать Писание на тему, как говорит Бог Я уже как-то на прошлой неделе до отъезда начинал, Писание говорит, что овцы слушаются, голоса пастыря своего Слышат, слушаются, а что вообще послушание, в русском языке потрясающее слово послушание, от слова слышать, слушать, слушаться Когда мы говорим о том, что быть послушным, это значит в первую очередь слушать, я не могу быть послушным, если я не слышу, что Бог говорит мне Я не могу быть послушным, если я, мои уши закрыты от слышания слова Божьего, если мои, если я не слушаю, если он со мной не говорит, я не могу быть послушным «Как можно быть послушным, если я не слушаю?» Как можно быть послушным, если ты не слышишь? Если ты глухому человеку даешь задание и проверяешь его послушание, он не слышит тебя, тогда он не знает, что ты хочешь. Многие христиане пытаются всю свою жизнь быть послушными, не слыша голос Божий. Вот это очень сложно. А так вот можно разобрать? Возможно. Можно изображать послушание, можно стараться имитировать. Да, имитировать. То есть, ну как, люди начинают... Что такое религия? Я думаю, что религия – это когда человек пытается делать то, что делают другие, не понимая смысла. Копируя. Копируя, но думая, что это угождает Богу. То есть, я буду делать, как делают другие, без осознания причины. И иногда люди, когда они готовы убить за свои религиозные предпочтения, прибить, они не слышат Бога. Они знают традицию, но Бога не слышат. Хотя, может быть, где-то изначально кто-то переживал общение с Богом и получил традицию. Но теперь, если ты ради традиции убиваешь кого-то, это вообще катастрофа. Что думаешь о религии? Религия – это опасное движение в жизни человека и состояние, которое, я верю, Бог не желает видеть, потому что наш Бог живой. И Он за то, чтобы иметь живые отношения. Поэтому я уверен, что мы имеем эту возможность слышать Бога. И Бог говорит, потому что послание к евреям, оно ободряет нас и освежает в нашем сердце. Это понимание, что Бог многократно и многообразно говорящий издревле. И это голос Божий, Он не перестает быть актуальным для всех тех, кто желает его слышать. А вот уже вопрос в том, насколько мы готовы и насколько мы хотим слышать голос Божий, это уже те решения, ту ответственность, которую каждый из нас должен для себя открывать. И когда мы принимаем решение слышать голос Божий и исполнять его в своей жизни, тогда в нашей жизни начинают происходить эти серьезные процессы перемен, когда Бог начинает работать с нашими жизнями, изменяя нас, когда мы послушно выполняем Его Слово. Смотри, религия, вот я вот как разумышляю о религии. Это такая интересная штука, когда с одной стороны вроде люди пришли к Богу и встречаются с религией. И некоторых впечатлений, что Бог хочет, чтобы мы были религиозными. И это такая имитация отношений с Богом. То есть такая имитация жизни. То есть я религиозный, значит я угоден Богу. И с одной стороны религия выглядит вроде все хорошо, благие намерения. Но, послушайте, когда вы становитесь защитниками традиции, вместо того, чтобы слышать голос Божий, тогда рождается мракобесие. Мракобесие, кто убивали в средние века? Религиозные люди. Кто сегодня большинство людей убивает? Это религиозники. Они ради религии, ради своих традиций убивают человека, не понимая духа. Другими словами, традиция пришла, и когда пришла традиция, люди защищают традицию и не знают Бога. Когда же мы знаем Бога, у нас есть и традиции, и уважение, и все остальное. Но это на своем месте. То есть если религия или форма поклонения стала Богом, то тогда ради него люди готовы убивать. Это очень опасно. Мы сегодня говорим о простых словах. Нужно слушать, ну то есть слышать надо. Нужно слушаться, повиноваться. Нужно знать Бога, дружить с Ним, понимать Его и исполнять то, что Он хочет. Другими словами, познакомиться с Богом, услышать Его и исполнять. Как работает слуховой аппарат человека? Мы слышим. Я говорю звуки. Вот сейчас эксперимент проведем. Вадим. Да. Почему ты сказал мне да? Ну потому что ты назвал мое имя, я его услышал и отреагировал на него. Разве сказал сказать да? Ну ты не сказал сказать да. Смотрите, что происходит. Я сказал вот это. Вадим, звук пошел, дошел до его слуха, внутри что-то произошло, и он отреагировал. Подними, пожалуйста, руку. О, смотрите, что происходит. Сейчас колебание звуковых волн дошло до его уха. Там есть полноточек. Он ему настучал в голове. Он истолковал мои слова. Он истолковал то, что я сказал. И когда он истолковал, сигнал прошел, включите, пожалуйста, сигнал прошел по его спинному мозгу, направил мышцы. Мышцы начали сокращаться. Вот это сжалось, это разжалось. Он начал тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук и поднял руку. Посмотрите, сейчас вот я показал вам действие, процесс отношений с Богом. Слышать, перепонять. Понять, да. И потом... Исполнить. Да, исполнить. Если я скажу ему на непонятном языке. Я ничего не смогу сделать, потому что я не понял, что... Ну, я же сказал тебе. Ну, этого недостаточно. Важно же понять. И только потом, когда ты понимаешь, ты можешь исполнить то, что ты понял. Представляете, вообще как важно понимать, как важно понимать, что Бог тебе говорит. Бог обращается к нам. Проблема в том, что для многих людей на земном шаре, когда Бог обращается, это как иностранец. Знаете, когда радио переключали иностранное, и там что-то происходит, и непонятно, что говорят. Но говорят так классно, но ты не понимаешь, что они говорят. И вот многие вот так в отношениях с Богом не понимают, что говорят. Еще пример приведу. Есть разного уровня общения Бога с человеком. И когда мы говорим об общении, скажем, в Ветхом Завете мы видим, как Бог говорил постоянно, Бог разговаривал. И мы видим, как Бог многократно, многообразно, в общем, общался с народом в Древней Завете. Теперь, когда мы говорим о Новом Завете, такое ощущение, что Бог вообще не говорит. Но Бог говорит, и Он не перестает. Но когда мы... Вот я приведу пример из моей жизни. Я еду в Нэшвилле на машине. Я общаюсь с Господом, с моим другом Марком. Мы едем к выставке. И там есть ворота, ближние, северные ворота на эту выставку. Мы едем, и вдруг я внутри чувствую вот такое. Я говорю, Марк, я хочу выйти из машины возле южных ворот. Высади меня. Он мне говорит, зачем? Я говорю, высади меня, пожалуйста. Высади. Высади. Пожалуйста, высади меня. Он говорит, я не вижу смысла. Он говорит, там же ближе идти. Я говорю, я не хочу ближе идти, я хочу дольше идти. Он говорит, ты прогуляться хочешь? Я говорю, нет, не хочу прогуляться, но мне нужно здесь выйти. Он не понимает. Он говорит, ты скажи, что ты хочешь? Я говорю, я хочу выйти. Я выхожу. Он останавливает меня возле ворот. Не думай, ну окей. Я выхожу из машины, поднимаюсь по лестнице и вдруг встречаю одну женщину, старушку, пророчицу. Я ее узнал, я не знал, что она там будет идти. Я подошел, взял ее сумку и мы с ней шли целую милю и она мне говорила очень важные слова в жизни. Я говорю, смотрите, что значит слышать голос Божий? Бог говорит и направляет нас. Проблема в том, что во время водительства мы не понимаем, что он хочет. Ведь если бы мы слышали... Из-за того, что не понимаем, не видим смысла делать этого. Вот. Другими словами, Бог говорит. Проблема в том, что мы не истолковываем, мы слышим звуки. Пришел звук, но ты не знаешь, что нужно. Или руку поднять, или сесть, или бежать, или стоять. Если бы мы могли понимать его, тогда мы могли бы двигаться адекватно. Теперь, как понять его речь? Вот ты приехал в Америку. Как ты английскую речь понимаешь? Плохо. Плохо я понимаю английскую речь. Надо лучше понимать английскую речь. Ну, как понимаю? Догадываюсь. Где-то, услышав несколько там знакомых слов, уже соображаю, какую мысль или что от меня хотят. Пытаешься понять, что они говорят. А если тебе говорят сложную речь? Все, я тогда отказываюсь понимать. То есть, я просто отключаю. То есть, тебе нужно, чтобы говорили, еще показывали? Если будут еще и показывать, тогда уже легче будет. То есть, ты уже не только на слух, но еще и визуально начинаешь. А как ты уже понимаешь то, что ты уже понимаешь? Как ты вдруг начал понимать? Ну, потому что ты видишь, что человек, который тебе что-то пытается... Когда ты первый раз начал понимать слова? Английские? Да. Когда ты английскую речь начал понимать? Ну, когда учил язык. Учил. Как ты учил язык? Ну, у меня был репетитор, у меня были книги, у меня были всякие материалы. То есть, ты брал слова иностранные? Иностранные слова, переводил, вкладывал, заучил. Другими словами, ты накладывал в свою жизнь много слов. И теперь эти слова помогают тебе понять, о чем тебе говорят. Они как бы оживают в твоей памяти. Вы знаете, вот сейчас я вот здесь подниму. Вот такую мне привезли с Алматы книгу. Хорошую книгу. Потрясающе. Если вы хотите понять, вам нужен репетитор, я с удовольствием буду вам репетитором. Каждый день мы здесь в Доме Веры встречаемся. Нам необходимо, чтобы истолковать Писание, чтобы слышать голос Божий, нам необходимо с вами эти слова погрузить в сердце, вовнутрь. Если эти слова погружены вовнутрь, если эти слова живут у вас в сердце, тогда вы сможете понять, когда Бог говорит вам. Они будут оживать в этот момент, когда Бог говорит, и ты будешь понимать, что это твое, это тебе то, что нужно сделать. Может быть, даже для внешних это будет непонятно, но это будет понятно тебе, потому что это слово, оно стало живым, и ты послушно исполняешь это слово, и начинаешь видеть результат того, что Бог говорит, делает в твоей жизни. Потрясающе. Вот ты сейчас хорошие слова сказал, чтобы слово стало живым. Вообще-то слово, оно должно стать живым, это абсолютно согласен, но оно не мертвое. Но вообще-то оно мертвое для тебя до тех пор, пока оно не оживет в тебе. Давайте так скажем, неожившее слово. Многие люди хотят иметь в своей жизни переживания, иметь слово от Бога, но они не оживляют. Если мы начнем оживлять его, если оно начинает жить для нас, тогда это потрясающая сила. Говори, пастор. Поэтому я очень советую и ободряю всех как можно больше и как можно чаще соприкасаться со словом. То есть должна быть, на мой взгляд, очень такая тесная связь и очень глубокое проникновение слова в наши сердца и в наши жизни. И это обязательно принесет свои плоды, потому что, я еще раз говорю, Бог, Он уникален. И когда мы имеем свои личные живые отношения с Ним, мы даже не знаем, когда и в какой момент Он может себя проявить, как Он может себя проявить. Но слово, которое будет проникать внутрь нас, оно будет совершать свою работу для того, чтобы изменять нас, для того, чтобы вдохновлять нас, наполнять нас, утешать нас и двигать нами в том направлении, которое Бог для нас приготовил. Это очень важно, чтобы в нашей жизни была дисциплина со словом Божиим. Я в том служении, в котором я служу, я всегда своим братьям говорю, ребят, нам нужно, чтобы наша жизнь была так настроена, чтобы мы не могли жить без слова Божьего. Я занимаюсь реабилитацией. И вы знаете, те люди, с которыми мне приходится служить, это такая достаточно интересная категория людей, и они долгое время в основном пребывают в зависимости от алкоголя, от наркотиков, от еще какой-нибудь трагедии, которая разрушает жизнь. И когда мы встаем на этот путь жизни, который Иисус желает видеть в наших сердцах, я им стараюсь донести. Я говорю, ребят, поймите, вот точно так же, как в свое время мы не могли без определенного какого-то греховного проявления, без вот этого наркотика, мы сейчас должны себя так же пропитать вот этим словом. То есть, просыпаясь утром, мы понимаем, что мне нужно соприкоснуться со словом. Вот наша реабилитация построена так, что с самого раннего утра, как вот Давид говорит, с ранней зари я ищу тебя, Господи. И вот мы только проснулись, первое, что мы начинаем, мы открываем Священное Писание, и мы читаем Слово Божие. 15-20 минут мы еще не включились ни в какие процессы жизни, но мы уже все проникаем, погружаем себя в Слово Божие, для того, чтобы это Слово начало действовать в нас. И потом Слово Божие меняет судьбы людей, меняет жизни людей. Я могу видеть, как сотни людей, может быть, даже тысячи людей за те годы, сколько я могу служить, изменены, восстановлены и прославляют имя великого и всемогущего Бога. Бог говорит, и я верю, что Его Слово, оно доступно для нас. Нам нужно быть способными Его слышать. Иисус неоднократно говорил в Евангелии, блаженные слышащие, Он обращал внимание, имеющие уши слышат, да, слышат. Он всячески как-то старался показать нам вот эту разницу между тем, когда мы получаем, слышим какую-то информацию и принимаем решение применять эту информацию в своей жизни. Потому что очень много людей, которые просто слушают, но не все способны слышать. Слышать — это некое решение, которое мы принимаем в своей жизни. Слышать — это то, что мы для себя определяем. Слушай, мне вот это нужно, я вот за это хочу зацепиться, что-то здесь интересно. Вы знаете, я вспоминаю, если уж так вот у меня сегодня утро интересно сложилось, я вспоминаю свое время, как я пришел ко Христу. Это было 15 лет назад, меня пригласили в церковь, в новую жизнь. И я впервые в жизни посетил Дом Божий. Я до этого никогда не был ни в чем подобном, никогда не был в таких общениях. И тогда проповедовал мой пастор Максим Максимов. И я впервые в жизни услышал, как вообще выглядит богослужение и как выглядит проповедь. И я зацепился за то слово, которое было высвобождено с кафедры. Я на всю жизнь запомнил эту проповедь. Эта проповедь была о благодати, о том, что по благодати мы спасены, о том, что мы имеем возможность начать совершенно новую жизнь. А я на тот момент хотел перемен в своей жизни, просто я не знал, как они произойдут и как это возможно. Но вот это слово, которое я услышал, я вдруг для себя его схватил. То есть я мог отказаться от этого. Оно оживило меня, оно зацепило меня. Оно меня просто, ну знаете, оно как током меня ударило. Я сказал, я хочу это, мне нужно это. Я мечтал всегда, я не знал, что это есть вообще на этой земле. Вот это слово, которое повлияло на всю мою оставшуюся жизнь. И я верю, так же дальше будет влиять. Поэтому, когда мы открываем свои сердца, я мог блокировать. Знаете, я пришел не один, я пришел со своим другом. И мой друг, мы вместе с ним сидели на собрании. И он, сидя на собрании, говорит, слушай, да ерунда какая-то. Да ты посмотри, тут что-то вообще несерьезное. Пастор несерьезный. Смотри, он смеется, веселится. Это все какое-то непонятное. И где-то Друган? Друган, неизвестно где. Он пропал, я потерял с ним связь. Есть даже подозрение, что его уже нету на этой земле, потому что это было давно, а он так и не перестал употреблять наркотики. Но я зацепился за это слово. И это слово повлияло на мою жизнь. Оно изменило мою жизнь. Оно мне показало судьбу. Оно мне отшрыло возможность... Притча о сейселе. Да. Притча о сейселе. Рассказывается о четырех разных методах принятия семени. Одни принимают семя, как вороны, склевывают у них демоны. Вторые, каменистая почва. Ну так, вроде классно. Третьи сорняки и четвертая добрая почва. Иисус говорит о четырех разных полях, о четырех разных сердцах, типах сердец. Вот сейчас хороший пример. Пастор Вадим, когда пришел, будучи под зависимостью наркотиков, пришел в Божий дом, принял слово с радостью, и слово дало укоренение и выросло. Другой его друг просто сидит, и у него вороны тут же склевали, прямо из башки. Оно даже не долетело, на лету склевали. Да, и он хотел уйти. И вот мы видим два разных, как ты принимаешь, как ты относишься к слову, как слово входит в твою жизнь, и как оно посягает. Вот ты сейчас сказал, что имеющий уши слышит, да слышит. Иисус говорит постоянно, это в Луки 8 глава, 14 глава, и он говорит, имеющий уши слышит. Иисус говорит об ушах сердца. В Евангелии от Матфея, 13 глава, Евангелии от Матфея говорит такие слова. Говорю им притчами, потому что они, видя, не видят, слышат, не слышат, и не разумеют. Говорю им притчами, говорю им, и они, видя, не видят, слышат, не слышат. Другими словами, в Ветхом Завете Бог даже осылицу использовал, чтобы донести послание. Для пророка. Да, для Божьего пророка. Когда Бог говорит с вами, нам нужно научиться, имея уши, слышать. Вот вы имеете уши. Проблема в том, что ваши уши настроены на другую частоту. Если у вас есть радиоприемник, его же можно накрутить. Ты можешь его накрутить на ту частоту или на эту частоту. Какую частоту вы накрутите, такую вы будете слушать. Бог всегда вещает на своей частоте, если вы не включили эту частоту. Если вы не настроили себя на частоту славы, на частоту слова, на частоту... Если у вас эта частота где-то потерялась, потерялась. Вчера я ехал с воде в машине, пытался найти частоту мексиканской музыки. И там не мог найти, думал, ну как же здесь, где же найти эту мексиканскую музыку, чтобы удивить его... Веселая такая музыка. Веселая мексиканская музыка. И я не мог найти, мне постоянно не попадалась она. И я все время пытался настроиться на частоту, чтобы показать ему. И вот я протыкал много станций, и потом уже бросил, завязал это дело. Думаю, ну это, наверное, не везуха мне. Вот многие люди пытаются прийти к Богу, настроиться на частоту, пытаются, пытаются, пытаются... Ладно, буду жить, как знаем. Дорогой друг, Бог говорит. Мы всю эту неделю будем учить вас, как слышать Бога. Как слышать Бога. Бог говорит через разные обстоятельства, ситуации. Бог обращается... Бог обращается. Давайте так, просто Бог обращается. Проблема в том, что мы хотим, чтобы Он обратился к нам так или иначе. А Бог обращается по-своему. Он обращается в своем формате, который чаще всего нам не приемлем. Который чаще всего нам не прет. Который... Как было бы хорошо, если бы мы как радио так включили. Дети мои, это я Господь. Так. Тебе говорю. Да, Господи. Что ты хочешь? Делай это и это. Ну, Господи, хорошо. Все. Я выключаю. Не выключай. Постой. Я еще скажу. Хорошо. Сказал. Чик, выключил. Так не работает. Так не работает. Бог говорит. А вот у тебя есть в сердце слово? Вот если у тебя в сердце... Смотрите, если в сердце будет спрятано слово внутри. Если ты будешь хранить слово внутри, в своем уме еще будешь хранить слово. Если в твоей голове под покровом слово больше. Вот как мне Библия прибить можно? Слушай, тяжело. Тяжело. Через весь мир. Если в твоем сердце, в твоей внутренности есть слово, дорогой человек, если слово обитает внутри тебя, если слово живет внутри тебя, тогда ты гарантирован на благословение и гарантирован, что тебя будут бить за это слово. То есть слово не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божия. Знаешь, Максим, ты сейчас говоришь про слово, и я вспомнил Марию. Помнишь, к ней пришел ангел? Такое достаточно знаковое событие для всего человечества, и в частности для Марии. И, конечно, если смотреть на всю эту картину человеческими глазами, там очень много странного, очень много непонятного. И когда ангел говорил Марии, мне реакция Марии очень ценна, потому что она, может быть, даже до конца не понимая всего того, что ожидает ее. И где-то даже ее какие-то моменты, может быть, пугали немного, как-то настораживали, но она произносит эту, на мой взгляд, очень важную, ценную фразу. Да будет мне по слову твоему. То есть она складывала это слово. Она это вообще слагала в своем сердце. Да, в своем сердце. То есть она его как бы так вот накапливала. Она не имела, может быть, понимания сразу, что это. Ну, можно себе представить, молодая девушка, приходит ангел и высвобождает в ее жизнь такие вещи, которые сразу и непонятны. Но она принимала это слово, и она его закладывала в свое сердце. И потом уже это слово, оно стало, конечно же, действовать в ее жизни. И для нас это очень хороший, очень показательный такой пример. Когда мы наполняем свое сердце словом, то есть мы принимаем это слово. Также сотник, которого был больной слуга, помните, да, дорогие друзья, тоже столкнулся с очень непростой ситуацией, когда он так ревностно, ну, я уж не знаю, чем ему так дорог был этот слуга, но он проявлял такую заботу о нем, и он сам пришел к Иисусу, и он ему говорит Иисусу, скажи мне только слово. То есть есть огромная сила в словах, я очень, ну, серьезно к этому отношусь. Потому что когда к нам на реабилитацию приводят людей, первое, что я всегда слышу, вот он наркоман, или вот он алкоголик, или он сам о себе говорит, я там наркоман, или я там преступник, или я там еще какими-то себя эпитетами нагружает. Но я сразу стараюсь их выбить из этой, ну, как бы, из этой платформы. Кто тебе сказал, что ты наркоман? Кто тебе сказал, что ты алкоголик? Ну, я вот так живу, я вот это употребляю, я вот с этим как бы нахожусь. Я говорю, давай откроем священное писание. Покажи мне, где написано, что Бог сотворил алкоголика, или Бог сотворил наркомана. Открываем бытие, читаем. Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. То есть, все начинается с того, что мы начинаем высвобождать правильные слова, слова Божьи в судьбе и в жизни людей. И когда это слово, он аж встряхивается такой, говорит, как? Подожди, так я что не наркоман? Нет, ты стал наркоманом, но сотворен ты был от начала совсем с другой целью и совсем другой личностью. И вот теперь через восстановление своих отношений с Богом, через проникновение слова Божьего в твою жизнь, ты вернешься к этому изначальному состоянию, в котором Бог желает тебя видеть. Поэтому, когда мы относимся серьезно ко слову, то есть мы принимаем его, точно так же, как работает слово исцеление. То есть, когда мы хватаемся за это слово, когда мы принимаем это слово в свою жизнь. Вы знаете, пользуясь случаем, хочу рассказать небольшое свидетельство. У нас один парень есть, и ему, ну, кошмарная жизнь была, ему поставили диагноз ВИЧ. Достаточно такой, ну, серьезный диагноз, и уже, ну, он сильно расстроился, там, пережил серьезную такую депрессию. И когда мы стали с ним вот в этом направлении слова работать, я ему говорю, послушай, ну, это диагноз, который поставили люди. Но Бог говорит совсем другое слово. Он говорит о том, что ранами Иисуса Христа ты исцелен. И если ты возьмешь вот это слово в свою жизнь, то это слово будет способно повлиять на твою жизнь. И вы знаете, он, он схватился. Я, я аж увидел в его глазах, что он, он так схватился за это слово. Он говорит, слушай, я верю. Я верю, что я исцелен. Я просто, он ночью проснулся, он позвонил мне, говорит, слушай, я, я верю, что слово Божье, оно действенно, и оно работает в моей жизни. И сейчас вот буквально перед приездом сюда он сдавал анализы. И первые анализы показали, что не могут найти. То есть первые анализы показали, что не могут. И мы опять сдали анализы. Там такая сложная процедура, там нужно несколько вариантов сдавать. Но есть какой-то, ну, первый симптом того, что пошло какое-то серьезное движение Божье. Я, вы знаете, я так был удивлен его реакцией. То есть его глаза так горели. Мы, слушай, Вадим, я понял. Я получил исцеление. Я верю. Я даже, ну, независимо от того, что будет показывать дальше диагноз, я получил это исцеление в свою жизнь. И это слово исцеление, оно работает в моей жизни. Я верю, что мы скоро, я хочу, знаете, довести эту ситуацию до конца. Потому что у нас есть справка о том, которая показывает о том, что ВИЧ установлен. И я хочу получить справку от врачей, что этого диагноза и этой болезни в жизни человека нет. Для того, чтобы наглядно показать о том, что Бог действует и работает. Хотя он и без этих справок действует и работает. Это небольшое свидетельство, которое, ну, вот буквально свежее у нас сейчас вот в нашем служении. Но слово Божье, оно на самом деле живо и действенно. И оно способно совершать невозможное. Нужно найти слово. Аминь. Нужно найти слово. Как найти слово для вас? Вы знаете, многие люди приходят к Богу с проблемой. И они говорят, послушайте меня, дорогие. Они говорят так. Бог, у меня проблема. Прошу тебя, реши мою проблему. Чтобы у меня не болело, не мучилось, чтобы было хорошо, чтобы не было мучений, чтобы все было классно. Господи. Я хочу, чтобы все было классно, чтобы все было супер. Давай, реши мою проблему. И так обращаются к Богу. Взывают. Знаете, вот я бы сказал так. Многие хотят от Бога обезболивающую таблетку. Они хотят обезболивающую таблетку. Что делает обезболивающая таблетка? Она не лечит. Она заглушает просто. Вот. Она заглушает боль. Нет боли, нет проблемы? Нет. Проблема есть. Боль не чувствуешь. Не чувствуешь боль? Твоя реакция на эту боль просто притупилась? Ты приглушил. Это все равно, что у тебя в машине показывает, что что-то с двигателем не то. Ты отключаешь эту лампочку. Да. Она перестает показывать, что с двигателем что-то не то. Ты говоришь, а у меня все с двигателем то. Но ты просто ее выдернул, лампочку. Это не значит, что с двигателем все нормально. Из-за того, что ты открутил лампочку. Если бы так было все. Я отключу лампочку, которая показывает, что у меня с двигателем что-то не то. И тогда у меня все то. Я откручу уровень температуры. И поставлю так, что все то. И люди хотят вот... Слушайте внимательно. Хочешь обезболивающую таблетку, ты не туда пришел. Да. Это наркомания, духовная наркомания. Многие хотят обезболивающую таблетку для своей совести. Для себя. Для того, чтобы успокоиться. О, мне все нормально, мне все хорошо. Нет, не прет. Не прет. Реально не прет. Тебе все, что нужно сделать, тебе нужно осознать, что мне нужно внутреннее, реальное лечение, исцеление. Мне нужно, чтобы не заглушить вот этот постоянный пип-пип-пип сигнал. А мне нужно понять, что нужно действовать, чтобы слово пришло в мою жизнь. Многие же приходят к Богу не за словом, а за таблеткой. Они приходят за таблеткой. Мы ехали с моим другом Марком в машине. Мы ехали с выставки. Ехали через Малибу, по-моему. И мы решили проехать через Малибу. Ну, посмотри, что там будет. И вот мы едем через Малибу, пробка большая, и нам не понравилось. Что в машине там, вау, все. Ну, как бы классно, вот Малибу, Малибу, а так, ну, пляж да пляж. Вот едем, и вдруг в машине что-то начало, там звенеть. Я не знаю, на чем, но начало вот этот звон такой. Я говорю, что-то не то там. Он говорит, я слышу, что что-то не то. Мы окна открыли, и думаю, у кого это звенит? А потом понял, что это у нас звенит. И оно звенит, звенит, звенит. И где-то мы в пробке стояли целый час. Звенело, звенело. А потом что-то щелкнуло. И звенеть перестало. И Марк мне говорит, о, говорит, слава Богу, Бог помог. Я говорю, Марк, это просто перестало. Звенеть там, что-то болтаться. Это значит, или это что-то важное отвалилось, или что-то сломалось. И теперь оно не подает сигналы. Но это не значит, что теперь слава Богу. Это нужно капитальное исследование, понятие, что же звенело. Нужно причину найти. Вот. Нужно причину. Многие хотят слова только для того, чтобы решить вот какие-то 7-минутные вопросы. Господи, дай слово, дай слово. Господи, Господи, что же я? Ой, слава тебе. Дай мне что-нибудь. Мы говорим о стратегическом планировании жизни, где Слово Божье не просто ты пользуешься как пилюлей для решения 7-минутных вопросов, где Слово Божье для тебя это хлеб жизни. Аминь. Это не просто перекусить, дай мне какую-нибудь таблетку, чтобы совесть не болела. Максимов, в дополнение, я очень хорошо эту тему понимаю, потому что мне очень часто приходится слышать, вы знаете, помогите, у меня проблема. Мне бы вот только бросить колодца, мне бы вот только бросить пить, мне бы вот только там, ну знаете, что-то бросить, как бы вот решить вот этот звон, который возник, и нужно с этим разобраться. Я всегда говорю людям, ребят, нам не нужно решать вот эту какую-то 7-минутную проблему, с которой мы столкнулись. Нам нужно понимать, что если мы приходим к Богу, в нашей жизни происходит полное изменение. Писание говорит, что мы новое творение во Христе Иисусе. Все древнее прошло. Мы не просто пришли к Нему для того, чтобы решить проблему 7-минутной боли, которая сейчас у нас возникла, а мы приходим к Нему для того, чтобы начать совершенно новую жизнь. И когда человек понимает для себя вот этот принцип, с которым Бог приходит в его жизнь, тогда и жизни меняются, на самом деле меняются, и он становится новым творением. А когда приходим за каким-то таким частичным, ну знаете, мелкосрочным ремонтом, когда вот, ну как бы какие-то такие косметические... «Ой, царапина, дай, почините мне царапину!» Это не прет. Потому что царапина, эта царапина лечится, там как-то решается, но фундамент не днется. Послушайте, люди, сейчас послушайте, что мы с вами вам говорим. Многие пытаются в отношениях с Богом получать микроответы на микровопросы, которые вот такой длины. Бог чаще всего на такие вопросы не отвечает. «Господи, господи, господи, ой, что же?» Когда мы ехали, и вдруг бензин кончаться начал, и этот говорит, «Господи, господи, заправку дай, заправку дай!» Я поворачиваюсь к нему и говорю, «Ты что, вот сейчас думаешь, что вот сейчас с неба откроются небеса и упадет заправка Shell? Вот здесь, или там BP, или какие заправки еще есть?» И вот так свалится, и вдруг появится. Он говорит, «Нет, а что ты вот так говоришь?» Он говорит, «Я в отчаянии, мне нужно, чтобы что-то случилось!» Я говорю, молиться-то надо было тогда, когда ты заправлял банк. Вы знаете, вот многие люди, они хотят вот такого моментального, моментального скоропостижного решения для своих вопросов. Думаю, тема очень важная. Мы сейчас помолимся за вас, завтра мы продолжим эту тему. И, пожалуйста, всю эту неделю Вадим будет у меня. Эту неделю, то есть у меня. И мы будем вести эту тему и будем продолжать ее. Я хочу, чтобы вы научились слышать голос Божий. А как это сделать, мы расскажем вам в следующей серии. Присоединяйтесь к Дому Веры, домвера.ру. А сейчас мы помолимся за вас. Пастор, начинай молиться. Отец Бог, я прошу Твоего благословения в сердца и в жизни людей. Господь, Ты видишь эти судьбы, Ты видишь эти сердца. Бог, я прошу Тебя, касайся каждого сердца. Ты тот, для которого нет ничего невозможного. Пусть Твое Слово, оно проникает глубоко в сердце каждого и каждой. Пусть Твое Слово, оно исполняет то, ради чего Ты его посылаешь. Потому что Ты говоришь нам через Своё Писание, что то Слово, которое Ты посылаешь, оно не вернется к Тебе, не исполнив того, ради чего Ты его посылаешь. И я молю Тебя, и прошу Тебя, пусть тот, кто нуждается в исцелении, коснется исцеления, и Твое Слово, оно наполняет. Я молюсь также за каждого человека, кто ожидает Слово в своей ситуации, в своей жизни. Я молюсь Тебя, Боже, благослови, чтобы Твое Слово пришло и разрешило все узлы, все ситуации. Во имя Иисуса Христа, мы говорим благословение на Вами, да пребудет с Вами Господь, да явит свою силу, да коснется каждый из Вас, во имя Иисуса Христа, да пребудет сила Божия с Вами, во имя Иисуса Христа. И Слово Божие да сокрушит все твердыни дьявола, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Иисуса Христа, аминь. Дорогие мои, я хочу поблагодарить, у нас остаются последние минутки. Пусть Бог благословит Вас. Спасибо за Ваше партнерство и за Ваше участие. Спасибо за то, что Вы участвуете в Божьем деле. Ваши дистинные приношения помогают нам распространять Евангелие. И вот такие важные послания, как сегодня, распространять дальше. Всех Вас благословляют. Наши 45 минут вот так быстро пролетают, но мы продолжаем верить, стоять, молиться, искать, стучать. И мы сделаем много дел. Спасибо Вам за то, что Вы открываете свои сердца. Спасибо Вам за то, что Вы открываете свои кошельки, свою веру и поддерживаете. Мы хотим купить еще одну камеру. Нам нужно полторы тысячи долларов. Я верю, что кто-нибудь из Вас будет расположен и поддержит меня в этом проекте. Поддержите. Мне нужно нам еще одну четвертую камеру сделать, чтобы удобнее было работать для эфира. Поэтому у нас было раньше четыре камеры, но сейчас сын уехал у меня работать в Лос-Анджелес. Поэтому нам нужна еще одна камера. Пусть Бог благословит Вас. Сегодня с Вами был Максим Максимов. Вадим Мартынов. Дух Святой. И Иисус Христос. И Отец Небесный. Мы были вместе. Встретимся завтра в это же время с любовью и благословением. Хранит Вас Господь. Всем пока. Благословений всем. И помните, Ваше партнерство нам помогает. Правда, пастор? Да. Помогайте нам делать Божье дело. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас Вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за Ваше внимание и за Ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.